Девушки отдыхают Некоторое время назад президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Нечасто политики высказываются на исторические темы. И не только, чтобы не тревожить старые раны. Политик должен смотреть не назад, а вперед. Не в прошлое, а в будущее. Люди хотят видеть в своем воображении образ страны, в которой они хотели бы жить. Прочитав статью российского президента, у меня не возникло сразу же желания ее прокомментировать. Несмотря на то, что она вызвала серьезный международный резонанс. Во-первых, статья посвящена российско-украинским отношениям. А Беларусь затрагивается лишь мимохода. Ну а во-вторых, в историографии давно утвердился принцип, который больше известен из квантовой механики. Так вот, в соответствии с этим принципом, поведение микрообъектов зависит не от внутренних и не от внешних факторов. Оно зависит от позиции самого наблюдателя. А если точнее, от активности его сознания. История, в том числе и русско-украинских отношений, существует в том виде, как хотела бы видеть вот это изучающее его сознание. Именно поэтому субъективный взгляд на историю это не некое клише, это объективная реальность. Приведу пример. С точки зрения американцев Джордж Вашингтон, национальный герой, отец-основатель Соединенных Штатов. А англичане вполне могли бы рассматривать его как предателя. Бывшего офицера регулярной британской армии, принесшего присягу на верность английской короне. С точки зрения поляков Богдан Хмельницкий был изменником, так как присягал на верность польскому королю. А вот с точки зрения российского взгляда на историю, он великий политический и военный деятель. Благодаря которому начался процесс воссоединения русских земель. С точки зрения украинцев, ну давайте мы об этом поговорим позднее. Когда-то, знаете, в студенческие годы я довольно обстоятельно изучил работу Гегеля «Философию религии». В этой книге великий немецкий философ детально описывает религиозное воззрение эскимосов, североамериканских индейцев, там разных африканских племен. При этом он, как ни странно, не заметил ислам. Религию к тому времени, прочно утвердившуюся на всем Ближнем Востоке, в Средней Азии, Северной Африке и даже, и даже на некоторой части Европы. Сделал это, безусловно, из добрых побуждений. Так как мусульманство, ислам никак не вписывался в его концепцию развития абсолютного духа, величайшей вершиной, которого, по мнению великого мыслителя, было, ну конечно же, христианство. Поэтому вряд ли стоит упрекать в субъективизме человека, в особенности, если он плотно зажат идеологическими, политическими и религиозными рамками. Уверен, что избежать обвинения в предвзятости не удастся и мне. Да, я и, собственно говоря, не претендую на истину. Потому как никакая мысль, никакая идея, если она хоть сколь-нибудь значима, не может быть отделена от своего автора. Особенно сегодня. Итак, делая экскурс в историю, Владимир Путин не заметил Великое княжество Литовское. И это соответствовало традициям российской и советской историографии. В учебниках по истории почти не упоминается о его существовании. А если упоминается, то как-то очень туманно и противоречиво. То как агрессора, который постоянно нападал на московские земли. То как слабое, нежизнеспособное образование. Поэтому большинство россиян имеют о ВКЛ очень-очень слабое представление. Да и большинство белорусов, кстати, тоже. Потому как узурпировавший власть режим не заинтересован в том, чтобы люди знали свою историю. Так как историческая память может стать не только предвидением, но и руководством к действию. Ведь история на самом деле это фактическая череда попыток повторения. Сначала древнегреческие герои отождествляли себя с подвинками Ахиллеса. Потом на героизм греческого полководца Александра Македонского равнялись римляне. Пророк Мухаммед ставил своей целью возвращение к религии Авраама. А протестант Лютер считал своим ориентиром апостола Павла. Европейское просвещение это по существу возвращение к античной культуре и искусству. А война за независимость США и революцию 1789 года во Франции. Это стремление повторить и воспроизвести идеалы и строй Римской Республики. Социалистическая революция в России явное повторение парижской коммуны. Думаю, игнорирование великого княжества Литовского в официальной историографии объясняется тем, что это могла бы быть другая Русь. Русь, выбравшая демократический путь развития. Ну, если можно говорить, конечно, о демократическом пути развития в то время, фактически в средневековье. Ее существование с неизбежностью ставило вопрос, обязательным ли был путь создания авторитарной империи. Или это могла бы быть демократическая империя по образцу того же Республиканского Рима или современных Соединенных Штатов Америки. Итак, что представляло собой государство, возникшее на нынешних белорусских землях примерно на рубеже XIII-XIV веков? Изначально в состав литовского государства вошли земли современной Беларуси. Полоцкая, Витебская и Минская. Его первой столицей стал город Новогрудок, ныне Гродненская область. То есть с этих земель началось создание государства, которое сыграло значительную роль в истории Европы. Позднее оно разрасталось. Расширение происходило на юге, где в орбиту ее влияния попал даже Киев, на северо-западе, где произошло присоединение земель, прежде всего населенных народом Жмуть, и на востоке, в смоленских землях. Язык, на котором говорили в Великом княжестве литовском, был русский язык. Это не был нынешний литовский язык. На нем говорил народ Жмуть, который был присоединен к ВКЛ в результате победы над Ливонским орденом. Язык, на котором говорили в Великом княжестве литовским, называют кто западно-русским, кто старо-белорусским, неважно. Но именно на этом языке был напечатан статут Великого княжества литовского. Первая конституция. Первая конституция, обращаю внимание, в странах континентальной части Европы. На этом же языке велось все дело производства. На этом же языке была напечатана первая русская Библия. Ее перевод сделал уроженец Полоцка Франциск Карина за 30 лет до знаменитого перевода Библию на немецкий Мартина Лютера. Кстати, современный немецкий язык обязан переводу Библии, сделанному Лютером. Ведь это было основное чтение, доступное в то время грамотным людям. Этот перевод послужил началу Европейской реформации, так как люди получили возможность самостоятельно изучать текст Священного Писания, а не только слушать интерпретацию официальной церкви. Перевод Библии на русский язык, сделанный Франциском с Кариной, внес не меньший вклад в развитие русского языка, чем люторовская Библия в развитии немецкого. Великое княжество Литовское являлось своеобразной контактной зоной между Европой и землями, находившимися в орбите влияния Московской Руси. Оно было главным источником разнообразных влияний, в том числе и для развития русского языка. Он обогащался словами и конструкциями из латыни, немецкого, польского и даже греческого языков. Постепенно, впитывая в себя различные влияния с запада, формировался современный русский язык. Кстати, не будь этого влияния, русский язык представлял бы собой сегодня совершенно иной вид. Так банальная фраза «Франк в калошах идет по бульвару из цирка в театр» выглядела бы примерно так. «Хорошилище в макроступах грядет по гульбищу из ресталища на позорище». Великое князство Литовское находилось в непростых взаимоотношениях с соседними русскими землями и с Ордой. Оно вело постоянные войны с Тевтонским орденом, который обосновался в Пруссии и был призван нести христианство западного образца раскольникам или схизматикам, так называли православных. Войска ордена практически каждый год совершали походы на Литву, заявляя о потворстве литовских князей этим самым православным. На самом деле не только православным схизматикам, но и протестантам, евреям и мусульманам. Великое княжество Литовское было образцом современной веротерпимости, даже по нынешним понятиям. В Германии шли религиозные войны между католиками и лютеранами, которые унесли почти 30% жизни населения. Во Франции католики массово резали гугенотов, кому неизвестно Варфоломеевская ночь. В Испании зверствовала инквизиция. В Чехии шли гусицкие войны. В Московской Руси начавшееся гуманистическое движение назвали, как же еще, ересью жидовствующих. А еще на Руси прибегали к методу усекновения языка и сожжения еретиков специально для этих целей, созданных деревянных срубах. Великое княжество Литовское представляло собой в ту пору совершенно иную картину. Это можно видеть даже на примере завоеванного Смоленска. Никто не посягнул на собственность, авторитет и влияние православной церкви. Как, впрочем, и на имущество местных бояр и горожан. Когда на княжения в новых восточных землях садились гедеминовичи, они принимали православие, чтобы становиться ближе для местного общества. Выражалась она не только в религиозной веротерпимости, когда наряду с католиками и православными в княжестве проживали и протестанты, лютеране и кальвинисты. Туда, после череды погромов из Европы, начали активно переселяться евреи. На нынешних белорусских землях евреям разрешалось свободно исполнять свои обряды, а также заниматься имущественными и залоговыми операциями. Категорически воспрещалось обвинять евреев в употреблении христианской крови. Татары также крепко оседали в крупных центрах Великого княжества Литовского. Новогрудок, Вильна, Лида стали местами основной дислокации татарских конных отрядов. Первый крымский хан Хаджи Гирей родился в Лицком замке Гродненской области. В литовском государстве татарская знать имела те же привилегии, что и местная. На ислам не только не посягали, но и разрешали мусульманам не платить налоги. В Великом княжестве Литовском было достаточно много московских эмигрантов, кстати. Например, князь Андрей Михайлович Курбский, выдающийся русский полководец, герой войны с Казанским ханством и Ливонским орденом, писатель и переводчик. Или московские книгопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец, издавшие первую московскую книгу «Апостол» в 1564 году. Земли Великого княжества Литовского и Московской Руси тогда, как и сейчас, были достаточно близки друг к другу. Культурно, конечно, прежде всего. Но это была принципиально иная модель социальных взаимоотношений. Иная политическая культура. В большинстве случаев города получали самоуправление. С присоединенными землями заключались договоры, которые ложились в основу городских привилегий и местного самоуправления. Литовские князья стали наделять привилегиями верхушку православной части общества. Более того, они стали раздавать землю за службу своим подданным. В отличие от служилых людей Северо-Восточной Руси, они стали реально участвовать в выборах правителя и в управлении государством. Первая европейская конституция, веротерпимость, самоуправление. В современную эпоху это показатель цивилизованности, современности, эффективности. Великое княжество Литовское надолго опередило свое время. Но для того времени восточные земли ВКЛ оказались слабо интегрированы в его состав. Власть великих князей была слаба и опиралась на соглашение с местными князьями. Но не только это послужило причиной распада ВКЛ. Для того, чтобы понять, почему все-таки Великое княжество Литовское прекратило свое существование, надо рассмотреть исторический контекст взаимоотношений между Россией и Украиной. И ключевым моментом в этих взаимоотношениях трех славянских народов сыграла, безусловно, Переяславская рада, сыграла объединение между Московским княжеством, между Московской Русью и Правобережной Украиной, в то время, которую представляла прежде всего, конечно, легендарная Запорожская сечь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА